С 2007 года мы начали работать с Китайской Народной Республикой по освоению средств международной технической помощи. По сути, это безвозмездные ресурсы, которые выделяются в Беларуси. Вот на горизонте 12 лет у нас уже есть 8 завершенных проектов на 125 миллионов долларов. И сегодня в работе, но акцептованные суммы на 95 миллионов. То есть суммарно за 12 лет мы обеспечили выборку общей китайской техпомощи на 225 миллионов долларов. По двум нашим будущим знаковым спортивным объектам на сегодняшний день китайской стороной зарезервировано 235 миллионов. Это вот чтобы понять масштабы и сопоставить за 12 лет практически идентичную сумму, которая будет использована на двух объектах. Но суммарно это полбиллиарда долларов. По большому счету Китай считает, что эти объекты это будет его лицо в Европе, поэтому они очень серьезно относятся. Это будет действительно знаковое сооружение, спортивные аналогов которых не очень много в нашем регионе. Поэтому мы надеемся, что все пройдет успешно. С прошлого года в Китае изменилась внутренняя политика в отношении техпомощи. Было создано специальное государственное агентство. Оно напрямую подчиняется госсовету. И вот с такими странами, как наша, взаимодействует в рамках заключенных межправительственных соглашений. Буквально на днях мы получили уже подписанный меморандум. Это тоже для Китая рекордные сроки, когда они сумели его сделать. И определены четко очень приоритеты для нашей республики. Кроме вот этих спортивных сооружений, которые, понятно, находятся на первом месте. Это еще объемы технической помощи, которая будет выделяться нашему индустриальному парку Великий Камень. Это объемы техпомощи, которые зарезервированы для нашего таможенного и пограничного комитета. Это третий этап социального жилья в Беларуси. Тоже очень большой, хороший, знаковый объект. И это ряд других направлений. Продолжение следует...